Дети в опасности. В шестом микрорайоне подростки свободно гуляли по крышам многоэтажки. Их действие сняла на камеру телефона неравнодушная ангарчанка. К счастью, во время опасных шалостей никто не пострадал. Но это видео женщина предоставила в полицию и управляющую компанию. Кадры экстремальных прогулок изучили и наши корреспонденты. 11 секунд видео, которое чуть не стало роковым. 17-й дом в шестом микрорайоне. Автор ролика – жительница этой многоэтажки. Говорит, когда снимала, руки тряслись от страха. Потом пыталась остановить школьников. Звонила в экстренные службы. Мы пока доставали телефоны, поэтому самое страшное – осталось за кадром, и мы сняли только маленький кусочек. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы вот это подобное повторилось, потому что дети, летний период, и дети некоторые предоставлены себе. Но я как педагог, я очень переживаю. Школьники попадают на крышу через люк подъезда, признаются жильцы дома. Зачастую доступ к нему открыт. И это подтвердил наряд полиции, который приехал на место по звонку ангарчанки. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков, участвовавших в инциденте. Вместе с тем, в управляющую компанию вынесено предписание о недопустимости доступа от третьих лиц на чердачные помещения. Дети, гуляющие или загорающие на крыше – не редкость, говорят соседи. Подобную картину многие наблюдали на домах в 18 и 29 микрорайонах. Это смертельно опасно, это страшно. Я очень переживаю не только за свою дочь, за всех остальных детей исключительно. Это просто недопустимо, что у них есть доступ туда. Я уверена, что это не единичный случай, что таких полно зданий, где есть свободный доступ. О проблеме хорошо знают и специалисты управляющей компании. И считают, что в подобных происшествиях виноваты сами подростки и их родители, которые не следят за своими сыновьями. Замки эти постоянно ломают сами дети, потому что это взрослые дети. То есть жители верхних этажей не всегда сообщают о том, что замок сломан. Мы контролируем периодически. Замки меняем мы систематически. Хотелось бы обратиться к родителям детей, как маленьких, так и взрослых. Все-таки надо контролировать детей. В летние каникулы, как правило, возрастает количество травм и несчастных случаев, связанных с несовершеннолетними. Поэтому в этот период экстренные службы усиливают свою профилактику. Бесконтрольные дети – вот настоящая проблема. И решить ее можно только их занятостью или присутствием законных представителей. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.